так но мы пока в гордом одиночестве чуть-чуть да здравствуйте вот оля к нам присоединилась ира наверно присоединилась до их так мы чуть-чуть задержались тут по техническим причинам чуть-чуть для выхода в эфир о нас уже так много здравствуйте всем девчат прошу прощения за маленькую задержку сегодня у нас четверг сегодня у нас какой 4 до 4 мая впереди у нас праздники всех с праздниками с майскими всем хорошего настроения весеннего привет новым и старым знакомым так и сегодня девчат с вами буду я в течение этого часика зовут меня наталья как люгина я инструктор работаю в школе екатерина николаевна мирошниченко в городе ростове на дону значит сегодняшнем моем задании мне нужно было предложено выполнить какие-нибудь минималистические варианты дизайна может быть даже с небольшой росписью значит и покрывая типсы да так и немножечко сейчас ага сумбурно чуть-чуть покрывает типсы гель-лаками из вновь вышедшей коллекции вот у нас новая вышла коллекция 6 оттенков новых гель-лаков лавленес да вот так может быть я как-то неправильно читаю но что-то такое похоже что-то такое не знаю про любовь вот шикарная как всегда упаковочка шикарных шесть новых оттенков значит но это знаете сейчас подняла голову прочитала и здравствуйте здравствуйте и наталья вы супер татьяна написала вы знаете я вот выходя в прямые эфиры по четвергам в два часа дня каждую неделю привыкла за последнее время делать все время что-то такое яркое и вот у нас были и новый набор пастельных гель-лаков да там восемь было оттенков красивых последний раз делала из такой вот яркой коллекции помните они помните вот это вот гуччи да такие видите вот если посмотреть на планшетку все такое у нас было яркое все у нас было такое яркое 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 зеленое и розовое и сиреневое и любые пастельные оттеночки видите вот все такое было ярко и тут мне нужно было резко переключиться на такие вот спокойные нежные оттеночки и что хочу сказать ну покрываются классно наносятся здорово без всяких проблем все цвета абсолютно все представленные цвета в этой коллекции они с мелким мелким шиммером вот татьяна морозова написала темные как на осень оттенки на самом деле вы знаете нет я наверное не соглашусь до оттенки очень как бы да такие знаете которые будут универсальными понимаете есть клиенты которые любят светлые розовеньки с шиммером или светлые бежевеньки с шиммером круглый год и можно и весной такие цвета покрывать можно и осенью такие покрывать цвета и зимой в том числе вот но как бы поймала себя на мысли что вот например какие оттенки допустим красок лаковых если стемпинг на них сделать какие будут оттенки видны вернее какие цвета будут видны на этих оттенках ну по самом на самом деле как бы сам универсальный это белый черный цвет да но это очень как-то так смотрелось печальненько вот и как-то я подумала что может быть мы не будем особо там посвящать время стемпингу или каким-то слайдером может быть мы просто что-нибудь возьмем базовое нарисуем что-нибудь нарисуем какие-нибудь цветочки не смотрите что здесь очень много всего ну как бы я хотела просто напомнить вам о том что можно на любом цвете нарисовать например буквально какой-нибудь минимальный вариант кстати вот этот вариант на белом фоне это тут только стемпинг стемпинг задний план передний план мы даже его отсюда сейчас уберем а вот тут например у нас немножко есть и элемент стемпинга допустим какая-то фраза элемент шарми кончик а вензелёчек например от нарисован от руки или там на заднем плане много много разных там оттенков собрано а на переднем плане там допустим рисунок вот эти там дырки плюс цветочки но я хотела вот именно как бы посвятить время вот по убираю вот эти все черные ну хотя вот эти вот тоже прикольно можно оставить с прорисовкой и вот так вот сделаю один бы так мне хотелось вам показать потому что цвет фона может быть абсолютно любым вот и например можно например немножечко там добавить какие-то элементы стемпинга но все равно сделать акцент на рисовании видите вот эти простые московые цветы я очень много работ смотрю вот девчонок который рисует на онлайн курсах ну то есть как бы онлайн до школа как бы вот художественная роспись который катерина николаевна как бы проводит в онлайне вот и как бы очень много вот именно как бы вопросов связанных именно с массу с московой техникой и мы с вами сейчас просто попробуем завязаться да и вот возьмем например сейчас какой-нибудь фон возьмем из новой коллекции как раз таки вот такой светленький нежненький нарисуем на них просто цветочки и посмотрим по времени мы можем с вами в московой технике сделать вот такие вот простейшие простейшие варианты до лепесточков и попробуем можно даже сделать что нибудь вот например вот такое ну с прорисовочкой да значит так ну прежде всего мне конечно же нужно показать вам я тут попыталась приклеить перед началом но что-то завушкалась у нас не подключался сразу интернет что-то у нас были проблемы так ну поэтому я сейчас завушкалась чуть-чуть так открываем и начиная вот 417 номера видите вот такие красивые оттеночки нежные это такой молочный цвет с красивым красивым шиммером так вот он вот этот вариант видно но понятно что например я не буду его использовать для фона потому что хочу нарисовать обыкновенные базовые лепестки базового москового цветочка и буду рисовать например их белом то конечно же вот на таком цвете как бы будет не видно молочный цвет с легким золотистым шиммером так это у нас будет 417 номер так 418 это будут такое не знаю как бы на мой взгляд такой светлый светлый персик ложится тоже очень плотно тоже у него шиммер но вот на мой взгляд вот шиммер вот просматривается на блики именно такой знаете сейчас секундочку приклею чтобы было видно такой с розовинкой шиммер вот если например на 417 номере он такой все таки золотинкой не удобно клеить то вот второй цвет он таким знаете с розовым понятно что может быть камера же не передает четко цвет но как бы шиммер все равно видим так вот такой розовый золотист тоже он получается тоже с розовым шиммером очень красивый оттенок у нас знаете помните вот кто давно работает с к с материалами ими должны помнить был такой пигмент 173 розовый вот как раз таки очень идентично идентичный цвет 173 пигмент розового оттенка и вот это будет номер 119 девчата понятно что прямые эфир они рассчитаны как бы немножечко на рекламные до какие-то действия ну рассказать показать похвастаться да вот поэтому ну так вот этот вот я точно помню что это самый темный это будет 420 420 второй цвет здравствуйте расскажите вкратце как делать типсы которые убрали пожалуйста ой так я их верну на экран если кому-то интересно я там пыталась просто такой знаете какой-то посовмещать пыталась думала что-то такое интересное вот знаете вот бывает что-то такое интересное находится и прям вот хочется показать я обычно же говорю привыкла как-то делать знаете такой все яркое красивое блестящее дорого богато что мне показалось что это как-то немножечко скучно когда знаете такой в моногамном цвете все выполнено так девчат сейчас я 420 номер это у нас вот такой красивый тоже 420 так какой у него тут шиммер у него как раз таки мелкий 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 такой серебристый какой-то шиммер 420 ну и последний номер я прошу прощения что занимаю конечно ваше время но когда ты показываешь новый набор гирлаков который вышел твоей любимой компании ну как же вот надо же похвастаться надо же показать очень много выходит гирлаков последнее время очень очень много разнообразно но это вот если у вас много клиентов которые покрывают однотоном да такие же клиенты которые любитель однотонного покрытия девчат я думаю что вы нисколечко не пожалеете потому что сейчас я попытаюсь вот так сделать вот смотрите все живет в как раз хорошо видно да типсы кстати не покрыты топом вот видите золотистый шиммер до розовенький шиммер такой серебристый шиммер видно вот такие красивые оттеночки это новая коллекция так убираю об лавлин с вот так будем читать ну я прошу прощения сразу свои произношения очень давно училась школе вот значит мне так нравится вот эта коробочка такое красивое оформление так ну и принципе цвета мы посмотрели а то что мы еще возьмем работу с вами мы конечно же обсудим посмотрим так ну что с какими цветами хорошо сочетаются эти цвета ну конечно с беленьким да будет неплохо да и черненьким тоже такой своеобразное получается хочется мне что-нибудь вот такое вот изобразить и мы сейчас с вами как раз таки покроем типсу например частично белым цветом потому что белый цвет это всегда самый универсальный цвет так давайте прикрепим типсик беленький 001 белый лотос сейчас я попытаюсь посмотреть пока будут покрывать и сушить были ли вопросы чуть ранее здравствуйте здравствуйте так наталья добрый день до порисуем ура порисуем рабочкой какая красота вот заказала эту коллекцию уже с нетерпением наташа расскажите вкратце как делали типс который убрали виолета спрашивает посмотрим сейчас может быть они так все быстро делаются что знаете может быть сегодня сделаем клиентке 419 ушла в восторге от цвета вот видите сразу вилета нам даже вот сказала что 419 лет использовала и он красивый не действительно те кто любят однотонное покрытие девчат прям то что доктор прописал для ярких дизайнов конечно не очень подходит я поэтому знаете немножечко и сказала что я все таки вот за последнее время настолько вот всякие яркие делали варианты да мы в прямом эфире я когда готовилась как-то это смотрелось по праздничному а вот эти цвета они конечно такие прямо уси пуси такие знаете няшечные так я с одной стороны нанесу беленький цвет чтобы дизайнер рисовать на всей поверхности ногтевой пластины и очень неудобно мне под камеры но тем не менее мне кажется более менее ровно но опять же границу я потом смогу всегда откорректировать каким-нибудь шермикона в виде какой-нибудь полосочки так ну давайте еще один вариант какой-нибудь покроем сейчас давайте например сделаем просто тоже банально белый цвет но на весь цвет такой минимализм сделаем не будем много-много наворачивать как мы обычно в прямых эфиров на самом деле вот екатерина николаевна тоже когда делает какие-то дизайны она тоже так любит знаете как бы вот смотришь думаешь господи и то и это добавила это потом смотришь когда на выходе как получается и получается очень здорово и не кажется это все наляпистое не кажется ну понятно что на вкус и цвет товарищей нет я абсолютно с вами соглашусь вот ну и тем не менее считаю что скажите кому-то нравится да однотонное покрытие кто-то все равно любит дизайны делать поэтому я считаю что можно как бы и так и так делать для клиентов для своих да значит давайте если хотите мы можем с вами взять и попробовать сделать даже градиент какой-нибудь хотя вы знаете я хочу цветочками забить всю поверхность не буду я делать этого потому что она все равно не будет особо видно так давайте просто перекроем с этой стороны можем минимализм хотим сделать правильно сама собой разговариваю пытаясь себя как-то успокоить что оно вот не ярко как предыдущие всегда было так но такой красивый цвет благородный видите в один слой ложится очень плотно красивый шиммер поблескивает а здесь мы как раз таки возьмем с вами кисточку для градиента она у нас одна единственная четверочка никаких других кисточек у нас нету чтобы показать на экран сейчас я салфеточка протрую их кисточка для градиента мы можем ее использовать для какого-нибудь интересного покрытия например возьмем с вами вот так на кончик нанесем это я взяла 422 цвет кончик кисточки можно при этом смочить например в капельку базы и вообще перед началом работы хорошо бы взять просто бейс гель нашем случае да и просто смочить кисточку почистить ее но так как она у меня чистенькая уже было я сейчас вытру салфеточкой и вы смотрите на кончик кисточки совсем чуть-чуть дела базу можно еще использовать teclas teclas в нашем случае это топ без остаточной липкости попрошу клиентку перевернуть пальчик и вот так аккуратно смоченной кисточкой базу аккуратно так вот легкое такое движение вверх вверх можно просушить так здесь значит ну я предлагаю да перед начал перед тем как рисовать цветочки можно же сюда что-нибудь еще добавить ну прежде всего это конечно же разделительная полоса и это будет шарми кончик виде вот таких вот полосочек это могут быть полоски золотые это могут быть полоски черные я очень часто в дизайнах прикрепляю эти шарми кончики потому что на самом деле мне очень нравится все получается ровно чисто красиво и еще и так вот дорога богата да благодаря золотишку так поэтому мы сейчас можем с вами давайте черненьким давайте черненьким отделим а если хотите можем сразу две полоски приклеить не только черную золотую да давайте не слышу как бы голосов и от нервов начинаю сама с собой разговаривать так я пока вернусь вот к этой типсе и возьму добавлю сюда еще какой-нибудь цвет вы не против давайте добавим например вот такой оттеночек точно также можно совсем чуть-чуть так интереснее даже будет так но я вот сюда добавлю вот сюда и также с помощью кисточки для градиента просто растяну почти сухой кисточкой или слегка смочила в базу просто для того чтобы растянулась легче очень хорошо растягивается так просушиваем а здесь мы с вами девчат прежде чем наклеить полосочку мы конечно же должны намести то the class top the class многие мастера вытирают дисперсионный слой с помощью обезжиривателя но бывают такие цвета которые вытираешь дисперсионный слой ну липкой с поверхности и 30 процентов цвета теряется поэтому я не вытираю дисперсионный слой я покрываю топом без остаточной липкости так давайте воспользуемся какой-нибудь пластиночкой для стемпинга и я сейчас знаете что возьму мне нравится очень часто так приподниму вы мы уже знакомились и делали дизайны из гель-лаков которые относятся вот к этому набору аффирмации здесь есть пластиночка такая которая с такими надписями интересными типа там меня ждет самый лучший день все возможно мой мир полон счастья и изобилия там и так далее то есть вот такие вот фразочки которые да как бы аффирмации медитации аффирмации для самоутверждения вот чтобы я пытаюсь не нервничать я в прямом эфире сейчас я себе там это установку поставлю что у меня все хорошо я сейчас только единственное возьму подушечку для степени так взяла подушечку так взяла пластиночку красочку мне буквально какую-нибудь одну маленькую фразочку так мой мир полон счастья и изобилия так мы же делаем минимализм значит сделаем вот с такой простой фразочкой убираем с помощью карточки и легкое прикосновение что не нужно отпечатаем на перчатку а что нужно поставим сюда все четко получилось высыхает естественно на воздухе так убираем сторону больше мне не надо так ну и сейчас я предлагаю перекрыть топом теклас потому что я хочу сюда добавить как раз таки какой-нибудь элемент вот смотрите важным возможным варианты может быть у кого-то остались какие-то цветочки так вот такие шармикон чеки может быть у кого-то есть пластиночка ботаника называется тоже для стемпинга ну я конечно говорю про цветочки которые компания эми да то есть как бы в основном как бы екатерина николаевна цветочки давайте либо можно приклеить шармикончик либо допустим стемпинг стемпинг сейчас моднее чем шармикончик поэтому давайте чтобы не перекрывать текласом лишний раз давайте какой-нибудь цветочек отпечатаю так сейчас сейчас давайте какой-нибудь вот такой например не знаю даже почти его очень плохо видела так убираем все лишнее легкий накат на подушечку практически не дотрагиваясь убираем все лишнее и отпечатываем таким образом чтобы у нас вот цветочки вот так вот сбоку оказались все предлагаю на этом этапе остановиться то есть у нас здесь буквально да там надпись какая-то цветочек и теперь мы закрываем все это дело топом так как мы будем рисовать сверху я бы рекомендовала не закрывать ультрашайном стеклянным топом а закрою текласом то есть а сверху мы рисунок сделаем м пастой и так закрываем топом теклас видите у нас такой прям в минимум на одном пальчики а все остальные пальчики полу просто покрыты одним из оттенков гирлака которым с вами с помощью кисточки для градиента нанесли иногда когда я говорю все эти названия немножко специфические чувствую себя каким-то инопланетянином и найти такой набор слов которые произношу в прямом эфире просушиваем так ну и возвращаемся вот сюда как раз да пока там сохнет мы с вами отделяем одну часть от другой хотите мы можем вот у нас в дизайне могут поучаствовать например шарми кончик например в виде черной полосочки вот так я на границу ну давайте для красоты да чтобы дороже стоил дизайн надо добавить просто пятьсот восемьдесят пятую пробу золота это как раз таки вот полосочки золотые линии так знаете в этот момент мы говорим про минимализм так можно и сказать да все достаточно всем спасибо все хорошо ну нет конечно мы нарисуем сюда цветочки цветочки на самом деле границу то можно было бы отделить да это самое прочертив ее просто тонкой кисточкой но уже если честно мне кажется уже вот но если есть рядом шарми кончики наклеечки уже зачем мучиться я бы даже сюда еще какой шарми кон прилепила вот смотрите прикольные есть мне очень нравится курсив называется по моему до курсив 228 мы можем сюда вот на именно на белую половиночку на белую взять и добавить какой-нибудь надпись улечку какую-нибудь давайте померяем и кстати тоже можно сделать у да давайте золотой сделаем и она действительно будет смотреться уже еще богаче чем есть на самом деле давайте какую-нибудь прям маленькую типа берем пинцет вот так как я вообще знатный пинцетовед поэтому прикреплю прям вот так аккуратненько с ноготочка ну вот все вот пока на этом достигну вот на этом пока остановимся смотрите как красивый цвет красивый с шиммером смотрится и с беленьким сочетается и плюс еще золотая полосочка все дорого-богато не дизайна нечто крутое так я чуть-чуть вернусь где делайте все что хотите вас в любом случае приятно смотреть и слушать на самом деле вискотит нет знаете когда вот реально смотришь и вау вот цвета вот эти все ярко красночина там камушки а тут все такое уси пусечная уже знаете я так что-то даже переживаю так присоединилась супер спасибо татьяна татьяна владимировна спасибо большое за ваш супер так красиво она для стемпинга какой сок нет на воздухе дал лак обыкновенный да да вы сон сок нет на воздухе до высох на воздухе и очень быстро 585 проба золото да лаконичненько согласна видите как красиво все уже красиво под золотое колечко все здорово там же еще вот на этом шармикон этот который называется курсив есть у вас нету просто на один палец можно взять просто слова разные наклеить короче там вот все что помещается на палец и будет круто смотреться знаете в разных таких направлениях не знаете чего нарисовать накидали просто словечек на весь палец и получается очень круто смотрится так но мы с вами сейчас сюда смотрим здесь у нас все покрыто да помните текласом и мы сюда с вами начинаем добавлять какой-нибудь небольшой рисуночек виде вензель очков предлагаю взять работу черную импасту заскринить лак пожалуйста ага я это у нас обыкновенные вот номер один номер один и номер два этого черные белые лаковые красочки для стемпинга теме видите вот они прозрачные пузыречки за скрине за скринули у вас шикарный голос спасибо виктория но чтобы не показаться дальше со своим нормальным голосом занудой так возьмем кисточку с вами линеарную так как вы меня не видите в камере я ее конечно же в рот не брала не облизывала лучше всего кисточку каким образом подготовить в работу конечно же смочить в капельке базы так мне где-то тут была база придется снова взять я перед началом работы перед началом рисования девчат любую кисточку смачиваю в капельке базы будь то например кисточка овальная для покрытия или кисточка отскошенный квадрат для френча либо допустим вот тоненькая кисточка для рисования тонких линий и элемент вензель очки он у нас как бы с базового курса художественной росписи есть оффлайн обучение проходит в школе в классе кто из ростова на да ну приходите порисуем вензеля если например не из ростова то конечно же есть и школы ими в разных городах россии можно принципе в ростове навести справки где есть кто где чего зачем почему либо просто в instagram найти вот и значит и есть конечно же онлайн уроки до платформа где можно купить приобрести курс вот если что можно сюда вот задать вопрос там написать и вам обязательно ответят девчонки менеджеры каким образом можно прикупить себе курс и так элемент вензель очки значит я сейчас возьму и буквально вот здесь вот продлю как будто бы вроде бы знаете как бы вроде стебелечек продолжается помните у нас получается с вами здесь буквально кисточкой махнули добавили цвет из новой коллекции гель лаковой добавили сюда с помощью техники стемпинг там вот красивую такой вот надпись мой мир полон счастья изобилия приклеили шармикончик да наклеечку виде цветочков а сейчас уже сверху по готовой поверхности рисуем черные пасты добавляем элемент вензель очек вензель очек мы рисуем на базовом курсе художественной росписи и спокойненько с девчонками разбираем с чего начать чем закончить и пытаемся всякие разные варианты с этими вензель очками нарисовать понятно что мы рисуем базовый элемент но ведь его же всегда можно куда-нибудь будет потом еще применить и не раз так верхняя линия внутренняя линия стараюсь рисовать линии поближе к друг дружке аккуратненько добавляя внутренние линии если хотите можно не добавлять завитушку хотите можете добавить это не принципиально важно и мы можем выйти с вами даже чуть чуть повыше вот сюда сделаем вид что где-то там рисунок продолжается дальше несмотря на то что уже ноготь закончился а рисунок все длится и длится я конечно же смеюсь так аккуратненько вытянем хвостик так и теперь можно еще что сделать если хотите девчат можете взять белую импасту белую импасту и до конца уже сделать например рисунок более выпуклым взять и немножечко раскрасить лепесточки цветочка все той же тоненькой кисточкой 5 дробь 0 возьму вот так буквально капельку на кончик кисточки ну раз у меня такая наклеечка вы и вернее же стемпингом отпечатала можно было любую веточку пристроить сюда любой цветочек вот такой вариант дизайна я думаю что могут сделать абсолютно все ну это мы с вами там добавили вензель очки мне же нужно было что-то добавить правильно а вообще можно было и без них обойтись и было бы тоже прикольно так сейчас еще чуть-чуть импасту а то я как-то пожалела типа сэкономила так я пытаюсь пытаюсь прочитать что нам пишут нам написали что у нас все красиво на самом деле совсем совсем у нас тут минимум всего и на каждом этапе девчат можно было бы остановиться есть конечно мастера которые могут покритиковать и сказать мой да там вот это вот все лишнее да зачем оно надо никто этого не делает а вы знаете вот где вот допустим вы черпаете свою допустим идеи да все равно есть такие клиенты которые один-два человека все равно придут и попросят ой а я вам хочу вот это я хочу то вот и я знаю что многие мастера смотрят в пинтерист да есть такая замечательная программа пинтерист когда начинаешь открывать показываешь даже вот на базовом курсе допустим рисуя какие-нибудь скажите патнышки леопарда или там полосочки тигрины какие-то базовые элементы с художественной росписи и смотришь пинтеристом допустим забиваешь поисковик там тигрины там дизайн или леопардовый дизайн ты видишь там столько миллион идей и столько мастеров и они все рисующие они все столько выкладывают всяких разных идей казалось бы уже придумать нечего нет на самом деле тут тут расположили то там расположили интересно смотрится вот поэтому я считаю что если мастера которые наотрез отказываются рисовать есть среди бога и у них есть свои клиенты тоже хорошо но если есть мастера которые еще немножечко и рисуют на одном хотя бы пальчики это тоже здорово поэтому каждому свое как говорится так ну а так у нас тут все просохло уже сейчас это наш такой с минимумом да видно цветочки ну если если честно можно еще взять допустим там и белой пасточкой тоже листики как бы проработать вот эти всякие вензилёчки но я пока в сторону отложу и вернусь вот сюда потому что я же хочу вам показать лепесточки мазковой техники и нам конечно же потребуется им паста вот я взяла маленькую капельку им паста нам конечно же потребуется кисточка которая похоже на маленький лепесточек и я думаю что взяв вот такую кисточку у вас у каждой получится я прям ну вот на сто процентов на девяносто девять и но за девять ну есть конечно да такие моменты кого-то получится с первого раза кому-то просто нужно два раза попробовать вот поэтому как бы лепесточек единичка для жестовской росписи этот мазок девчат является таким базовым да опять же базовым никуда от этого не деться есть простая флористика с такими мазковыми лепестками есть более сложный вариант это же жестовская роспись или совмещение какой-нибудь китайской жестовской росписью а вообще все это будет выглядеть очень банально просто и так кисточка совершенно чистая вы берете на кончик кисточки капельку им пасты почему им паста да потому что им паста она густая потому что вот именно вот в технике мазковой очень хорошо конечно же брать гелевую краску без остаточной липкости и и вот у нас конечно ну я должна же похвалить ими правильно я считаю что для мазка у нас самая идеальная консистенция им пасты хотя я думаю что есть и куча других также хороших материалов на рынке и так ну что поехали потихонечку наша задача поставить капельку геля гелевой краски да в нашем случае это им паста я нажимаю на кисточку и сразу же приподнимаю кисточку получается что когда вы нажимаете мазок получается широкий в начале и узкий в конце все мы сейчас не будем с вами там с подмалевками да то есть у нас с вами совершенно простой элемент мы будем с вами мысленно составлять лепесточек из двух мазочков нажали один раз смотрите да как лопаты всегда все движения к центру будущего цветочка и я буду стараться опускать оставлять место в серединке показать свой маникюр очень красивый потом кстати о маникюре на самом деле мой маникюр это в течение 16 лет черный френч у меня не хватает фантазии для себя я и не хочу этого делать потому что я считаю что черный френч меня стройнит а ногти я делаю много-много лет сейчас вам скажу уже семнадцатый год делаю в салоне кто знает ростов на халтуринском давай нет это у нас получается лермонтовская лермонтовской халтуринский салон в котором когда-то начинала работать я которым работала очень много девчонок которые учились одновременно в школе и потом потихонечку все искали какие-то свои места жизненные но вот я много лет делаю ногти в салоне на лермонтовской в ростове и и считаю что самый лучший мастер это наталья ганова наталья юрьевна ганова вот и самый красивый френч рисует она черного цвета что за кисточка подняла глаза ударилась воспоминания кзл е 1 видите единичка единичка лепесточек единичка для жестовской росписи если вот искать кисточку для жестовской росписи единичка лепесток есть еще овальчик она просто будет чуть шире а вот лепесточек она видите такая вот как как вот как треугольничек но она все равно как бы у нее овальный краешек так так что по поводу маникюра сказала да у меня гелевые ногти и черный френч все так я просто пытаюсь и нарисовать центральный лепесток нажала на кисточку подняла кисточку нажимаю на кисточку вот поставила нажала на кисточку и подняла кисточку аккуратненько сбоку все движения к центру стараясь не сливать в одну кучу все до лепесточки стараюсь в серединке оставить пустоту так будет симпатичнее смотреться так ну что все наверное да не буду больше ничего лепить просушиваем и пока сохнет я возьму сейчас кисточку и какую-нибудь ненавязчивую красочкой попытаюсь вам просто на листочке изобразить с нами поздоровались так про кисточку еще расскажу так азел е1 вот смотрите девчат я сейчас вам будут буквально на листочке схема построения лепесточков так чтобы это смотрелось ну органично хорошо вот потерялась у меня где-то ручка сейчас я все равно ее найду она нашла и вот смотрите получается допустим мысленно вот ваш будущий центр цветочка и вы начинаете рисовать лепестки сверху вниз нажимаете и движетесь к центру сбоку к центру сбоку к снизу вверх снизу вверх видите то есть по большому счету как звездочка вот если представить то можно вот так вот допустим как звездочка у нас видите пять лепестков вот пять вершину звездочки так вот и получается что когда вы начинаете рисовать вы стараетесь я взяла овальную четверку я просто чтобы хотеть ну как бы попытаться донести вы набираете краску только на кончик и вы начинаете нажимать на кисточку кисточка становится как бы да вот расплющивается и двигаясь к центру вы ее поднимаете а вторым мазком вы делаете лепесточек чуть шире и сейчас уберу этот листик для того чтобы вот по этим стрелочкам не мешало мне рисовать сейчас секунду вот так сделаем и так получается у нас движение кисточки к центру нажали подняли нажимаем поднимаем я пытаюсь один мазочек поставить а второй вот к центру а второй сделать чуть-чуть короче как будто бы наложить на него вот таким вот образом накладываю плохо слово какое-то дурацкое накладываю так и один мазок чуть чуть длиннее вторую делать чуть чуть короче набираю краску только на кончик кисточки и получается мы двигаемся с вами к центру к центру к центру видите к центру стараюсь не закрывать серединочку что за кисточка ответила здравствуйте где можно посмотреть видео но обычно на youtube канале выкладывают кисточки а кисточки любые можно для росписи анечка спрашивает я знаете говорю как бы очень трудно ответить на вопрос на самом деле можно конечно же любыми кистями рисовать но например вот такой вот овальной кисточкой допустим да вы не нарисуете тонкую линию а тонкой кисточкой вы не сделаете вот такой вот мазочек который сразу превратит ваш лепесточек да то есть мазок в лепесточек видно еще разочек вот например нажали подняли нажали поднимаем нажимаем поднимаем можно даже кисточку взять перпендикулярно поверхности и знаете такими мазковыми движениями собрать вот такой целый цветочек из пяти лепесточков ну а потом конечно же в серединочке вот в этой пустоте поставить маленькие вот такие серединочки это самый такой простой цветочек пяти лепестковый такой базовый так листик уберу так а сама вернусь к типсику и так здесь у нас конечно же все высохло видите мы нарисовали м пастой я предлагаю пока перекрыть все это дело топом причем можно перекрыть топом глянцевым можно перекрыть топом матовым я взяла топ теклас это глянцевый все и теперь закрываем текласом хоть хоть они у нас такие вот мазковые видите как бы с прожил очками все равно они все видны краска гелевая довольно таки густая паста белый рафинад вот поэтому как бы все прожил очки у нас видны я на типси рисовали я и я имею ввиду вероятно цветочек на типсе рисовали цветочек вот сейчас мы в московой технике рисовали поэтому я брала лепесточек единичка к з л е 1 для жестовской росписи сейчас еще разочек покажу вот это я брала конкретно эми может быть у вас есть что-то похожее на эту кисточку да то есть у нее плоский цоколь обратили внимание плоский цоколь то есть сама кисточка даже уже похоже на лепесточек если от эми то это единичка лепесток к зл е 1 видите с плоским цоколем вот кисточка как лепесточек сама похоже может быть у вас нечто похожее есть да не обязательно сломя голову нестись допустим за кисточкой эми да то есть может у вас что-то похожее есть так мы все я перекрыла все это дело топом можно было глянцевым можно было матовым ну на камере на самом деле лучше красиво смотрится глянцевый да чтобы блестела чтобы хоть какая-то яркость была так ну и теперь я возьму тоненькую кисточку и прорисую цветочки сейчас я верну типсики на экран которые я рисую я тут их уже успела испачкать в белой пасте вот смотрите получается если посмотреть на цветочек очень видно хорошо что мы еще и взяли и прорисовали видите вот прорисовочка видно прорисовочка видно даже простые цветочки с прорисовочкой будут уже смотреться намного интересней так будут смотреться более сложно хотя на самом деле они очень 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 простые так и мы продолжаем теперь я взяла тоненькую кисточку 5 дробь 0 5 дробь 0 линеарная кисточка у нас в магазине девчат продаются две кисточки линеарные 1 5 дробь 0 белая синтетика а вторая кисточка черная синтетика белая кисточка она но имеется ввиду ворс белый она чуть короче и мягче если сравнивать с кисточкой которая из черной синтетики поэтому он не поэтому смысловую нагрузку эти кисточки внесут себе абсолютно одинаковую не принципиально важно вот и вот например вот для такой прорисовки которая сейчас пытаюсь изобразить хоть мне очень неудобно но я честное слово стараюсь вот и на самом деле можно было сделать кисточкой и с черной синтетической до черной синтетики синтетики и из белой синтетики абсолютно не важно ну вот например я как бы очень много много-много лет веду допустим там художественную роспись базовый курс и часто приходят девочки кто-то снова покупают в магазине у нас тут и с белой синтетической кисточкой кто-то с черной на самом деле не часто но бывает что типа вот лучше бы я купила белую или там черную единственное на чем вот я всегда спотыкаюсь это вензеля вот мне все равно удобнее вензелечки нарисовать белой синтетикой она чуть короче она чуть мягче короче и мне кажется она вот легче как-то на разворот идет на поворот идет ну хотя опять же это же это только мое мнение может быть тут рисует черной синтетической кисточкой и думают совсем по-другому я подняла голову почитала все опять голову вниз опустила и вот этих простей простяцких простейших пяти лепестковых цветочков сделаю такую легкую прорисовочку кстати вот у меня же получается лепесточки состоят из двух мазочков такой вот образуется такая маленькая как бы дырочка между двумя мазками и это такой вот как неровный краешек показывает так здесь например прикольно у простых цветочков например серединочку отмечать с помощью стразика да почему бы и нет я обойдусь простой точечкой в серединке естественно девчат вот чем тоньше тем лучше можно было бы даже так оставить просто мне хотелось краешки лепесточков вывести наружу чтобы они казались более объемными потому что и без того уж дизайн такой простой и простой и на всех пальцах этого конечно делать не стоит а на одном пальчике можно запросто причем цвет фона может быть абсолютно любым так мы все я обвожу все до конца знаете когда вот сидишь готовишься к прямому эфиру типсики конечно же делаешь аккуратно у себя под носом как бы тут вот как бы под камерой мне кажется как бы вот не совсем прям чисто получилось но я честное слово старалась может добавить несколько точечек если добавлять точечки никогда не ну не перебарщивается чем чем меньше добавить и тем лучше но они смотрятся очень красиво такой знаете какую-то воздушность дают при при вносят в дизайн и все так ну что просушиваем да это у нас им постой моим постой рисовали по готовой поверхности теперь нам нужно все это дело просушить так просушить и я сюда сейчас добавлю наши вот эти цветочки я сейчас добавлю я пыталась сейчас я вам скажу я пыталась у нас есть шармиконы про путешествия и я пыталась знаете как бы там аффирмации по поводу путешествия добавить так сейчас я вот это сюда прилюблю вот с пластинки которая у нас относится к набору аффирмации есть такие всякие словечки там я путешествую три раза в год там что-то там еще такое я много денег зарабатываю мечты все такое любимое ну короче вот я хотела связать немножко как бы фон подвести я путешествую три раза в год и вы знаете как бы вот нашла шармикончик про путешествий у нас есть путешествие 2 путешествие номер два я путешествие три раза в год пыталась связать это все с парижем а вот пыталась это так знаете как вот такие вот кружева какие-то и такие красивые какие-то французские сюда замутить но вот цвет понимаете Вот все-таки этот цвет вот для любителей вот таких вот усипусечных покрытий, все-таки вот под путешествия хочется что-то такого вау, знаете, там яркий какой-нибудь красный, яркий какой-нибудь синий, яркий желтый, вот безумный, а вот все-таки для таких вот, для бежевых таких оттенков нюдовых, все-таки, наверное, лучше что-то такое, поспокойнее немножечко, и вот как раз-таки может быть базовый курс и будет лучше. Это варианты я просто пробовала, пробовала и думала, что бы такого сделать, вот, ну, здесь все просто, здесь у нас номер цвета какой, 417-й, поставила первые отпечатки просто на белый цвет, потом закрыла им еще разочек, то есть на первый слой поставила, вторым закрыла и также с помощью стемпинга вывела просто черный цвет на поверхность. Так, ну и вот здесь тоже пыталась с помощью стемпинга, видите, там вот белые пальмовые ветки, да, это тоже у нас есть такая пластина с пальмовыми веточками, хотела сделать на заднем плане как бы пальмы, на передний план вывести, опять же, что-то про путешествие, но цвет, цвет меня все-таки остановил, потому что, ну, нет вот этой, знаете, драйва вау, когда ты смотришь на море, когда ты смотришь на солнце, на пальмы и все такое прочее, поэтому все-таки считаю, что это вот варианты такие вот спокойные, для спокойных девушек, которые любят чистоту вот такую, как бы даже ничего добавлять не надо, просто одним цветом покрыл, перекрыл и как бы все. Так, сейчас я цветочки на типсе, я подняла глаза, на третий типсе это стемпинг, вот здесь вы имеете ввиду, Луиза, да, значит, здесь вот такой вот машина, такой текст, видите, как будто от руки написан, да, это на пластиночке, у нас есть пластиночка, которая называется шрифты, и вот как раз-таки вот на ней, как бы взяла в основу, просто пробовала, думала, что с чем соединить, что будет видно, что не будет, видно, вот, и поэтому, видите, оно все в таком вот, в нюдовых таких оттеночках, но вот с этими цветочками, с простяцкими цветочками, мне очень понравилось, видите, вот они так прикольно смотрятся по-взрослому, видите, не надо на весь ноготь, можно частично, просто хотелось показать побольше именно лепесточков, сказать, что они все стремятся к центру, сказать, что каждый мазок, каждый лепесток это два мазочка. Лариса написала нам нежно, и в то же время круто смотрится, да, на любителя, вот я же говорю, как и куда вы крепите отработанные типсы, ага, отработанные типсы, девчат, креплю на планшетку, секундочку, сейчас, 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 я пытаюсь ее подвинуть себе. Планшетка обыкновенная из-под фотографий, пока от нас не ушла Икея, было очень удобно, я вот покупали такие большие, смотрите, это типсики все с прямых эфиров, которые мы с вами проводили по четвергам, мне, если честно, знаете, как бы, знаете, как царь Кощей на зла там чахнет, мне кажется, это что-то такое на дорогом, когда вот много всего, все лучше и сразу, вот аффирмации, набор, мы с вами, как бы, реклама у нас была, видите, это вот стемпинг я делала с помощью слайдер топа, и втирала пигмент золотой, 199-й, это у нас есть, повышала пластина, вот по мотивам нашего одноименного старого курса Кракелюр, и мы делали объемные дизайны, так, это у нас были тоже слайдеры, и мы прикрепляли слайдер, и очень в таком, в нежном цвете, такие, знаете, такого своего рода, очень красиво, мне так нравится, там тоже на заднем плане стемпинг, то, что вы видите цветок, девчат, это слайдер, то есть от руки не нарисовано, это набор гель-лаков и декораций, дольче, да, дольче называется, это в прошлый раз было, мне очень нравится, значит, креплю на просто, слушайте, начала хвататься, хотела бы сказать, на что прикрепляем типсики, и начала много-много показывать, это вот у нас стемпинг, курс проходит два раза в месяц, мы делаем разные варианты дизайна с помощью, это рамка для фотографий, да, Оль, все генеральное, просто благодарю вас за эфир, да, это вам спасибо большое, девчат, за то, что вы отрываетесь от своих дел домашних или рабочих, и смотрите, как бы наблюдаете за нами, мы вам рассказываем про новинки, спасибо вам, Наталья, спасибо большое, Татьяна, и вам спасибо, Татьяна Владимировна, очень приятно, это рамка, да, эфир, где можно посмотреть видео, объемный дизайн, подскажите, пожалуйста, на ютюбе, Ангелин, все на ютюбе есть, уроки с каркелюром, все есть, а по поводу, чем прикрепляем, это такая вот, вот, к сожалению, сейчас, сейчас, я найду, смотрите, вот так вот, уже много раз показывали в эфирах, это вот упаковочка, здесь вот такая масса для фиксации, потафикс, я видела, нашла потом такие же в Ашане, Ашан же в любом городе есть, ну, тут просто вот эти подушечки, клеящиеся, да, там, вот как пластилинчик, просто не оставляет никаких следов, и поэтому очень удобно, и все время он готов к работе, это масса для фиксации, и поэтому очень удобно прикреплять типсы, так, ну что, вернемся к нашим типсикам сегодняшнего дня, вот такие нюдовые, вот такие бежевые, вот такие беленькие, чуть-чуть черненькие, чуть-чуть бежевенькие, так, набор новый, который вышел и уже есть в продаже, так, вот он, называется он у нас, вернее, его название Лавлинесс, Лавлинесс, такой, вот, и выглядит он вот таким вот красивучим образом, хотела быстро, ага, вот нашла, делала два типсика, зато три стола рядом, все непонятно что, видите, такой красивый наборчик, вот эти цвета, есть и 9 миллилитров, есть и 4 миллиметра, ой, миллилитра, да, правильно сказала, вот, ну и оставлю пока вот так сделаю, если вдруг кому-то будет интересно, вы сделаете скриншот, а на ютюбе, конечно же, выложат мастер-класс, так, спасибо, красотища очень завораживает, завораживает, спасибо вам огромное, девчат, за ваше внимание, спасибо, за хорошие отзывы, всем удачи, всех с наступающим праздником, здоровья, мира над головой, как мирного неба над головой, да, чтобы все было хорошо, вот, любви, красоты, и всем побольше денежных клиентов, спасибо огромное, за ваше внимание, до новых встреч, до свидания.